В столичном дворце детей и молодежи прошел необычный конкурс. Его участники соревновались в умении рисовать граффити, причем на экологическую тему. За креативными состязаниями наблюдала Мария Богатырь. Городской конкурс граффити на тему охраны окружающей среды проходит уже во второй раз. Стартовал он еще в начале мая. Приняли участие в творческом состязании порядка 150 мастеров уличного искусства. На протяжении нескольких дней компетентное жюри отбирало лучшие зарисовки. И сегодня на открытой площадке дворца детей и молодежи с восемью самыми впечатляющими работами смогли познакомиться минчане и гости столицы. Свои произведения ребята постарались наполнить глубоким смыслом и пропитать любовью к природе. Маленький принц на своей планете, он каждое утро вставал, у него было правило, прибрал себя и прибери свою планету. И мы подумали, что если такое правило будет существовать и для нас, то это будет отчасти очень хорошо. На нашей работе мы показываем молодую девушку, волосы которой постепенно переплетаются с травами, какими-то целебными цветами. И это такой очень важный символ, который мы хотели показать, что человек, он не только должен быть в городе, но он и взаимодействует с природой. Как отметила сегодня в своей приветственной речи первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина, защита нашей планеты от экологических проблем – дело рук каждого. Важно, чтобы молодежь это понимала и принимала в таком важном деле активное участие. Конечно, очень бы хотелось, чтобы те малыши, те школьники, которые участвовали в этом конкурсе, они также понимали, что за этими рисунками стоит и будущая жизнь, стоит очень большая, сложная, наверное, где-то дорога, которая связана с сохранением того благоприятного наследия, которое мы имеем. Если в прошлом году участники конкурса творили прямо на улице, на фасадах зданий, то в этом году на специально установленных мобильных конструкциях, чтобы меньшане и гости столицы могли увидеть граффити не только в одном конкретном месте. В будущем работы планируют размещать на городских праздниках и мероприятиях. По приглашению городских служб я вхожу в число членов жюри данного конкурса. И, конечно же, в первую очередь внимание будет обращаться на мастерство исполнения работ. Но, помимо того, конечно же, будет приниматься внимание и актуальность данных работ, содержание, смысловая нагрузка, тот посыл, который автор хотел донести до зрителя своей работой. Пока жюри совещалось и определяло победителей, конкурсанты и зрители принимали активное участие в празднике, который для них подготовили дворец детей и молодежи совместно с МЧС. Одни отправились на художественный мастер-класс, другие веселились на игровых площадках или наслаждались концертом. Нашлись, впрочем, и те, кто решил провести время с пользой, обучаясь тушить возгорание и оказывать первую медицинскую помощь. По статистике, основная масса происшествий с детьми происходит именно в период каникул, потому что часто дети предоставлены сами себе. И вот сейчас, в преддверии Дня защиты детей, мы еще раз в игровой форме хотим детям напомнить основные правила безопасности в быту, чтобы свои каникулы они провели исключительно безопасно. Всех участников конкурса отметили грамотами и благодарностями. Авторы лучших работ получили подарки от организаторов и спонсоров творческого состязания. В категории от 13 до 15 лет победила команда «Экорайдерс» с работой под названием «Две стороны одного мира». В категории от 16 до 20 лет лучшими стали представители коллектива «Артскрю» с картиной «Белорусочка».